всем привет сегодня интересная тема это просветление или пробуждение об этом много говорят можете забить в интернете в ю тубе слово просветление вы наткнетесь на большое количество материала людей которые в этом говорят я хочу рассказать свой опыт и то что я думаю на этот счет что из просветления приоткрыть вам тайну что это может каждый и даже после просмотра этого ролика вы сможете стать просветленным это не так то и сложно итак у нас есть наше я эго структура то к чему мы всегда обращаемся и я я я как многие думают что когда происходит просветление у человека то его эго структура я умирает ну можете поискать вы найдете на эту тему информацию так вот дело здесь не в той смерти что прекращается понимание кто такой я да вот представьте вы забыли себя вы забыли свое имя забыли возраст вообще то есть чек просто может стать овощем если он полностью уничтожит свое я дело в том что просветление это осознавание или осознание и если вы будете задавать постоянно вопрос самому себе кто я кто этот я который страдает кто этот я который наслаждается кто этот я который сейчас мыслит кто это все делает думает и так далее вы найдете увидите сами что есть тело есть даже эмоция есть мысль но кто это все осознает и вот как только вы дойдете до этого уровня понимания осознания это и есть просветление проблема тут в том чтобы удержаться на уровне данного восприятия то есть мы так или иначе попадаем в эти состояния особенно если вы делаете практике вы встречаетесь с феноменом того что вы не тело вы не тот я и не тот набор образов эмоций переживания модели поведения ролей которые вы играете все это играет наше эго все это играет наше вот это я которому мы привыкли и которая сформировалась самого детства так вот как только вы осознаете себя или осознаете того кто осознает это я вы в этот момент становитесь просветленными это момент просветления и этих моментов может быть очень много на пути вашей жизни раз за разом вы как бы просыпаетесь поэтому есть еще термин пробуждение вы как бы постоянно пробуждаетесь вот от этого сна я которая постоянно проваливается в эмоцию которая проваливается в какого-то человека вот это я она очень любит очаровываться чем-то помните вот этот момент когда вы смотрите на человека и вы этим человеком как бы очаровываетесь он настолько прекрасен или настолько танец или настолько красиво говорит что прям вот попадает вот прям в какие-то струнки души это говорит о том что вот ваше я да она в этот момент уснула она как бы попала под гипноз этого человека или какого-то события или влюбленности и так далее но бывают периоды как будто вы просыпаетесь вы осознаете хотя бы на краткое время что вы не являетесь не телом что тело ваше само как-то живет что-то делает вы не являетесь мыслью это достигается хорошо в медитации такой эффект вы не являетесь той эмоции которая у вас происходит вы не являетесь болью которая у вас происходит в теле от там какого-то удара или это также практикуется очень хорошо на гвоздях кто стоял на гвоздях поймете чем я так вот просветление это те моменты ясности которые в которой вы осознаете что нету конкретной структуры я вы осознаете эту структуру как бы в виде наборов образов переживаний отношения к себе вот некий образ себя который обособлены но есть еще тот кто осознает этот образ и вот вот в этот момент вот в этот момент понимания вы как раз таки пробуждаетесь но очень важный момент это то что вы можете опять заснуть но достаточно уцепиться хоть один раз за вот это сознание как вы уже будете его все чаще чаще воспроизводить вот в этом фишка просветления то есть это несложно потому что через вас играет вселенная через меня играет вселенная я могу быть отцом я могу быть ютубером могу быть спортсменом могу никем не быть вообще во время медитации но при этом всем есть что-то что-то большее как на уровне космоса на уровне абсолюта что играет в меня эти роли что играет мной эти роли и я никогда не войду полностью в осознание что я являюсь этой роли если это настолько фундаментальное сознание что его никак нельзя затемнить давайте назовем это так поэтому друзья осознайте того кто внутри вас спрашивает того кто внутри вас страдает и того кто внутри вас ищет еще такой момент во вне вы не найдете просветление вот пока вы ищите просветление вы его не найдете это невозможно потому что есть искатель а искатель внутри вас и получается замкнутый круг искатель внутри вас ищет во вне и это бесконечно поэтому мы видим постоянное постоянное хождение по тренингам постоянное хождение по марафонам, постоянные практики, ты ищешь, ищешь, вновь и вновь, где-то там, где-то там, вот этот поиск работает, вот-вот еще чуть-чуть, и я буду просветленным. Но вы уже есть в этом состоянии. То есть, любой поиск – это, наоборот, отход от того базового состояния просветления, в котором вы находитесь. Вот в этом фишка. Поэтому прекратите искать прямо сейчас и обратите внимание внутрь, внутрь себя, на того, кто внутри вас это делает, кто внутри вас сейчас, например, не согласен, кто это, кто внутри вас что-то хочет, кто внутри вас постоянно ищет просветление. И как только вы заметите вот это вот внутри, вот этого я, искателя, недовольного, ворчуна или кайфушника, как хотите, как только вы это определите, обратите внимание на того, кто определил на это внимание. И тут произойдет момент просветления. Вы можете выпадать из этого состояния, но чем чаще вы осознаете того, кто ищет того, кто бежит к чему-то, того, кто страдает, кто радуется и так далее, кто проваливается в эти эмоции, чем чаще вы это замечаете, тем более устойчивое ваше сознание просветления. Потому что это просто форма сознания. Вот и все. У меня все. Обязательно подпишитесь на канал, ставьте лайк, пишите коммент, что насчет этого думаете и увидимся в следующем видео.